здравствуйте в русской еще почки на продажу не знаю вот это надо к нему обращаться так да вы привели королевский на маржурца на кем опылился королевский вот видите но это продолжать его и тему поэтому как минимум нужно привели маржурца на королевский и дать результат далее в ЭГ можно получить теплицу с ограниченным опылением ага теперь опять ненавижу ограниченное опыление например у нас абрикос два ствола на одном подвое маржурец в другом королевский и все это в теплице опыляем сами в результат так напросились вы тоже из первой десятки или пятерки так все смотрите не просто ждем результат а не как это говорил наука получает данные по вымораживанию сортов и скрывать результат но вы скрывать не будете так всем привет кто и что заложил на сертификацию здравствуйте там вопрос я заложил все так всем привет из Иркутска смотрю полку Иркутска прибыла это радует привет Марина вы одна из этих благодаря кому я еще не уверен Бога так Андрей я заложил Вишня Жуковская абрикос Саранецкая яблоня культурный Хабаровск все в холодильнике температура до 3 так Ирина район какой у вас Андрей Катеринбург извините вижу Хабаровск понял Ирина между Корсаковой пособного хозяйства а раз у Скорсакова значит то у меня что-то покупали недавно так а вы тоже с Хабаровска вижу Катеринбург Андрей Катеринбург нет у вас климат еще тот был у вас на свадьбе все все рядом Сергей здравия 8 снега нет минус 8 Ирина Олег Васильевич простите пожалуйста про Вишня Жуковскую с Геном не очень непонятно Косовички сейчас на стратификации зайдут в пособу что дальше и выйдут я бы хотел узнать что дальше вы мне вообще за чудо двор что считаете если использовать как подвой то что поевать на нее а если вырастить как они собственные ой отличный вопрос сейчас отвечу то ждать урожая долго еще эта вишня самоплодна то есть нужен опылитель а это посажу только одну вишню Жуковскую у вас других нет что то я запутался ну давайте так как она может быть самоплодна как она может быть других нет она у вас гибридная читаем медленно Вишня Жуковская с Геном и Черешня так вишня поняли в одном полконе два сорта смотрите по порядку у меня опыт ограниченный я не стесняюсь продавать вишню Жуковскую даже если в этом будет просто вишня у вас будет вишни а вишни даже если они будут скромны вот как эти пальцы мизинцы ногти вы уже не потеряли деньги вы уже на верном пути я отталкиваюсь от того что знаю я таких случаев не выпускаю никогда Калининград получает мои веточки черешни то вишни вот значит смотрите веточки вишни с генами черешни и присылает мне два фотографии я вам показывал это моя гордость мне сейчас вы знаете время то сколько я не могу сейчас искать вот на одном крупная роскошная вишня крупнее моей я собираюсь копилку данные о том что вишня может укрупняться будучи привитой возвращать свою первородную форму ну ту райскую из Библии вот я не шучу я серьезно говорю и у нее получилась крупнейшая вишня чисто южная крупнее моею у меня крупная я привез с Украины дедовского сада а она крупнее моей так это одно дерево роскошь прям такое впечатление что если бы она хотела меня обмануть ну нет никогда не поверю что она прикалывалась на втором чистая черешня а привала она вишню мою вишню с генами черешни теперь смотрите та ветка сохранила качество та ветка что я выслал ну может две ветки три она сохранила качество и вишни и черешни где проявилось одно даже при помощи вегетативной гибридизации при помощи мы получили два абсолютно разных дерева два абсолютно разных этих самых вида плодов эта ветка даже дала а теперь возьмем ваши косточки и вот они у вас начинают порастать и вы смотрите ё-моё на одной лист вот такой на другой вот такой вы скажете ну все ясно это поршавишня это черешня в принципе правильно но дело в том что когда они оба вырастят пусть это будет вишня а это черешня а или это будет дюх то есть вишня сервисный гибрид что это средний вот три варианта и у вас не просто три варианта у вас есть кому опылять вы же чего боитесь то вы же говорите опылять некому вот видите я запутался помогите я вам помог ну короче не смог извините вот у вас будет три вида я укрылась об этом у вас когда мало того у вас когда дерево и семечка пусть долго ждать оно станет этим личностью особенным раз а вы еще написали апрель если не жалко вот эти уникальные вещи это будет уникальный саженцы вот тем более что ну как тем более что они все будут не все а все таки различаться будут между собой да ну уже самый скромный вот таким листом тогда используйте как подвод вот вот что я хотел сказать так а черешня было бы еще интересно конечно за черешню думать мало продал несколько косточек я продал так кому то достались сейчас долго долго это где взять так андрей а самая вишня жуковская очень вкусная тем более твк а ну-ка я не понял а ирина и так андрей а самая вишня жуковская очень вкусная тем более твк с генами черешня то есть вы че уже вот сейчас я не знаю в какой линии идет речь кто вы ирина маска как говорится это самое как бы как бы вы в маске вот и вы утверждаете что у меня очень вкусная вишня жуковская спасибо если будут разные сорта будет опыление будет не обязательно разные сорта достаточно разных гибридов то есть сорт один а они расходятся по этим по своим данным понимаете что такое опыление ой нет я никогда не закончил вообще начал рассказывать что такое длинные усики эти самые у пестиков что такое короткие что такое эта самая тычинка длинная короткая что такое созревание вовремя что такое созревание с опозданием я это все рассказывал посмотрите сейчас у нас вебинар да а еще надо вишен посадить но как сделать чтобы именно жуковская обослезла с его заплодносила приведет жуковскую ни в коем случае только не извращайте это все ждите просто ждите да есть способы начнете калечить раньше заплодносить хотите калечить тут я вам не начальник вот так теперь увы как ее называют корень собственная только через пять лет а я опять же не факт что прав так корень собственная смотрите на черешах я никогда не видел корней то есть корней корневых отлодков никогда но у меня опыт по черешах очень ограничен а только не бывает вот вишни именно вишни которую называлась сибирская штабовая не вода штабовая она дает отводки вот можно размножать отводками сохраняя качество она может быть уже дюхом то есть уже не просто вишни а у улучшенной вишни по принципу с генами черешных еще и отводки давать и отводки можно и прививать как подвое и ждать урожай но уже быстро главное терпение накопить для того уважаемые эти друзья накопить терпение чтобы первая вишня заплодоносила и дала плоды но пока она начинает плодоносить она уже отводки дает вы еще не знаете какой у нее урожай будет так какой урожай и будет ли надо правильно долго ждать правильно написала это а подвое то можно уже тиражировать чем хороша вишня такой благодатный материал может не надо ждать это я бедная наука это чтобы получить деки у нее уходит 2-3 года а вот науке несчастной правильно 8-10 ждать первого ну если там ну 7 ждать первого полношения сорта А 7-8 или сорта Б потом и скрестить как это ввели так скрестить 7-8 ждать полношения выбрать опять чтобы получилось хотя бы у культуры на вишне и уже о черешне куда можно не мечтать раз семена семена куда пойдут ну здраво скрестил вишню сегодня в кого пойдут семена а ну конечно вишня вот видите как а здесь просто год-два вегетативный тюк вот вот такие вот отличные плоды съедобные подожж fui а он и тут не вы на